В четверг, 30 июня, в Мадриде закончился очередной саммит НАТО. В этом году российское СВО на Украине и вопросы дальнейшего расширения Альянса были ключевыми пунктами повестки саммита. Кроме того, лидеры стран-членов НАТО одобрили новую стратегическую концепцию Североатлантического Союза до 2030 года. А еще на саммит пригласили Швецию и Финляндию вступить в Альянс. По словам генсека Альянса Столтенберга, саммит принял решение об усилении военных сил, увеличении восьми батальонных групп на восточном фланге вдоль границы с Российской Федерацией до бригад и сил реагирования с 40 до 300 тысяч. Участники саммита в целом намерены продолжить свои действия против Российской Федерации и не намерены отказывать Киеву и прочим постсоветским странам в перспективах вступления в Альянс, проводя долгосрочную политику по окружению Российской Федерации. В декларации саммита Россия названа непосредственной угрозой Альянсу и его союзникам, ранее именовалась партнером. Военную помощь Украине решено было наращивать, что уже оценил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. «Сильная и активная позиция по Украине поможет защитить евроатлантическую безопасность и стабильность», — написал Кулеба. Заместитель главы Офиса президента Украины Игорь Жовква, возглавляющий делегацию Украины на саммите, заявил, что удовлетворен результатами саммита, а также подчеркнул, что Киев сохраняет курс на вступление в Альянс. В то же время в интервью Bloomberg Жовква признал, что Альянс несерьезно относится к Украине. «Украине говорят, вы не член, потому что мы вас не хотим. НАТО говорит нам, что мы вам ничего не дадим», — заявил он. В начале этого года именно курс на расширение НАТО стал одним из триггеров начала российской СВО на Украине, когда Альянс ответил отказом на требования Российской Федерации к НАТО предоставить гарантии безопасности, исключающие дальнейшее расширение блока, в том числе отказ от включения Украины и других государств. Иными словами, сейчас Альянс в очередной раз решил повысить ставки, тем более что отдуваются за его милитаристскую политику преимущественно жители Украины. «Владимир Зеленский был не столь оптимистичен, сознавая, что приглашение в НАТО может растянуться на годы. Политика открытых дверей НАТО не должна напоминать старые турникеты киевского метро. Они открыты, а когда подходишь, турникеты закрываются, пока не заплатишь. Разве Украина еще мало заплатила? Разве наш вклад в защиту и Европы, и всей цивилизации до сих пор недостаточен?» — заявил Зеленский. «Украина в целом ежедневно напоминает западным партнерам, что она якобы защищает европейские ценности от восточных варваров, немало уже не смущаясь, насколько такая риторика близка концепции нацизма. Помощь Украине в борьбе против Российской Федерации, согласованная на саммите, была разделена на краткосрочные и долгосрочные пакеты. В рамках краткосрочного пакета члены НАТО обязались организовать нелетальную помощь. В первую очередь это касается поставок горючего для украинской армии, испытывающей нехватку топлива. В срочный пакет входят такие средства для борьбы с беспилотниками, оборудование для безопасной связи и усиления киберзащиты. Средства для этих целей передадут через трастовые фонды на сумму до 300 миллионов долларов, как говорит председатель постоянной делегации Украины в НАТО Егор Чернев. В долгосрочной перспективе Альянс планирует перевести украинскую армию на стандарты НАТО, что позволит активнее продавать Киеву в долг тяжелое вооружение. Однако ранее представители НАТО утверждали, что летальное оружие Киеву уже предоставляют отдельное государство-члены. Сам же Альянс этим не занимается, что в целом не меняет общей картины. Премьер-министр Бельгии Александр Декро на саммите фактически подтвердил, что НАТО будет сражаться с Российской Федерацией до последнего украинца, заявив, что Украина должна выиграть войну именно на поле боя, что кажется невероятным, даже при поверхностном анализе сил у сторон конфликта. Генсек НАТО Йенс Столтенберг тоже заявил, что конфликт на Украине должен закончиться на условиях Киева, а условиями Украины являются не только вывод российских войск, возврат контроля над Донецком, Луганском и Крымом, но и выплата огромных репараций, которые уже загодя обещают гражданам страны. Владимир Зеленский в обращении к участникам саммита потребовал от них платить ему 5 миллиардов долларов в месяц на защиту от россиян, иначе российские войска неминуемо нападут на страны Европы. До сих пор лидеры стран НАТО пытались говорить двусмысленно, обещая подумать над опасениями со стороны Российской Федерации. Теперь же можно сказать, новая холодная война началась официально. Россия формально признана противником в долгосрочной перспективе, а Восточную Европу будут активно наполнять вооружением, усиливая русофобскую риторику. По словам Столтенберга, НАТО готовится к противостоянию с Россией с 2014 года. Если украинская карта будет бита, следующими на заклание могут пойти соседи Украины из числа кандидатов в члены Альянса или даже его отдельные члены в расчете на то, что Российская Федерация не посмеет пойти на прямой конфликт с Альянсом. Ставки повышаются по максимуму, а противостояние Запада с Российской Федерацией и Китаем доходит до уровня Карибского кризиса. Победа армии Российской Федерации и ЛДНР на Украине может привести к коллапсу самого Альянса и банкротству крупных военных концернов, выпускающих вооружение по стандартам НАТО, что лидеры Альянса вполне осознают. По всей вероятности, необходимо готовиться к длительному противостоянию, в ходе которого будут задействованы любые возможные средства.